Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Новое заседание административной комиссии. Предупреждения в этой статье нет. Вот поступило предложение вынести минимальный штраф, который возможен за 3000 рублей. Управление по делам ГОИЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 627 сообщений. Итоги волонтёрской акции по сбору одежды нуждающимся. Эти вещи, которые мы собираем, расходятся по малоимущим семьям близлежащих деревень, которые находятся вокруг города Лесногорска. 26 ноября состоялось очередное заседание административной комиссии. Какие протоколы были рассмотрены – далее в сюжете. Несмотря на широкое освещение деятельности административной комиссии в средствах массовой информации, некоторые граждане продолжают нарушать закон, надеясь на безнаказанность. Члены комиссии рассмотрели 10 протоколов об административных правонарушениях. Подобные заявления – просьба о помощи от граждан, которым мешают нерадивые соседи. По статье «Нарушение тишины в ночное время» было представлено три протокола. О том, что шуметь запрещено с 22 до 6 часов утра, нарушителям теперь запомнить проще. Им выписаны штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Наказание рублем ожидало и нарушителей правил парковки автомобиля. Предупреждения в этой статье нет. Вот поступило предложение вынести минимальный штраф, который возможен, за 3 тысячи рублей, в связи с тем, что пришли. По просьбе граждан, председатель комиссии Владимир Исаев прокомментировал правила размещения рекламных материалов на территории города. Десногорцы все смелее высказываются против хаотичного размещения рекламы в своих подъездах. Как минимум, это нарушение норм благоустройства, за что назначается штраф от 3 тысяч. Но за это могут ожидать и другие последствия. В некоторых случаях расклейка объявлений в неположенных местах расценивается как нарушение законодательства о рекламе. На подобные действия распространяется статья 14.3 Кодекса об административных правонарушениях, а именно нарушение рекламодателям законодательства о рекламе. Объявление разрешено размещать только на специальных стендах на территории города. В следующей комиссии, состоящей из представителей исполнительной власти региона, прошли 30 кандидатов, а победителями стали 10 человек. Один из них – заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Он признался, что полученные в ходе конкурса знания помогут ему в дальнейшей работе. В завершении мероприятия глава региона поблагодарил участников встречи и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ. По оказанию помощи скорой один раз, по вскрытию дверей семь раз, по спиливанию деревьев четыре раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 627 сообщений, из них 230 ложных. Поступило и отработано 18 просьб от населения. За последние годы в России на 60% сократилось количество высших учебных заведений. Причина резкого уменьшения числа вузов в России в том, что к учебным заведениям стали предъявлять более строгие требования. Например, к получению лицензии и аккредитации. Есть и другие причины закрытия учебных заведений, начиная от нежелания молодежи учиться в вузах до неблагополучной демографической ситуации в стране. Такая динамика не обошла стороной Смоленщину. В областном центре за последние месяцы закрылось не менее четырех институтов. Большинство из них – филиалы иногородних вузов. Эксперты отмечают, что это результат слабого преподавательского состава и в целом качество преподавания. Это не дает вузам возможность привлечь платных студентов и решать свои финансовые задачи. У многих из нас есть в гардеробе одежда, которую мы не носим. Она просто лежит в шкафу, занимая место и не принося пользы. Но есть и те, кто не может себе позволить даже самых элементарных вещей. Помочь им призвана акция «Я доброволец». Пристройка к 408-му дома 6-го микрорайона Десногорска. С 1 по 11 ноября сюда можно было отнести ненужную или надоевшую вещь из гардероба. Благодаря городской акции «Я доброволец» у гаражам была возможность не только сделать доброе дело, но и навести порядок у себя дома. Несколько мешков с одеждой. Это брюки, джинсы, майки, юбки. Для кого-то они просто занимают место в шкафу. А для кого-то это единственный способ пополнить свой гардероб. Мир не без добрых людей, убеждаются организаторы. Год от года горожане все активнее принимают участие в этом мероприятии. Ведь лучшая одежда порадует другого, чем окажется на свалке. Эта акция у нас регулярно. Проходит она ежегодно. Называется она «Я доброволец». Проходит в рамках волонтерской акции, городской нашей акции. В этом году, как ни странно, приняло огромное количество участия людей в этой акции. Больше откликнулось, нежели по сравнению с тем годом. При этом жертвуют на благо других не только одежду. Также неравнодушные приносили книги, игрушки и предметы быта. Главное требование ко всем без исключения вещам – опрятное состояние и отсутствие повреждений. В этом случае вещь точно порадует своего будущего владельца. Эти вещи, которые мы собираем, расходятся по малоимущим семьям близлежащих деревень, которые находятся вокруг города Десногорска, вокруг села Якимовича, такие как Крапивна, Шуи, Сырокарения. Люди знают о тех проводимых акциях, специально приезжают для того, чтобы выбрать какие-то вещи себе для своих деток, для себя. И вот таким образом пополняют свой гардероб. Представители церкви уже не первый год сотрудничают с волонтерами Десногорска. Ведь только совместными усилиями можно не только помочь нуждающимся, но и сделать этот мир немного добрее. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Минсельхоз обещает подготовить документ об обязательной регистрации домашних животных. Документ появится в Госдуме до конца 2019 года. Такая инициатива предполагает обязательный учет и идентификацию всех домашних питомцев. Это кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и прочие. А в июне этого года был утвержден список животных, которых дома содержать запрещено. Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в 8 классов. Присмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие и другие. Все потому, что привычная среда обитания таких представителей фауны слишком отличается от условий содержания в неволе. В конце выпуска о погоде. 29 ноября в Десногорске пасмурно, возможны осадки. Температура днем плюс 3, ночью около нуля. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!